Америка на коленях Америка на коленях Америка на коленях Америка на коленях В начале 70-х вся страна восхищалась успешной высадкой советских космонавтов на Луну. Начался локальный технологический бум, сконцентрированный вокруг реки Райсонг. Один из охваченных этой технологической лихорадкой корейцев оказался талантливее и упорнее остальных. Его звали Тэжо Сэ или Джо Тэ Сэ на западный манер. Он был сыном американского солдата, который бросил свою корейскую девушку, когда его часть отправили домой. Тем не менее, семья Джо ни в чем не нуждалась, и у него нашлось достаточно средств для создания компьютерной компании в своем гараже. Он назвал свою компанию Апекс, и она изменила мир. Уже первый ее продукт, Апекс-1, стал хитом продаж. За считанные недели его раскупили в Северной Корее, а вскоре начался экспорт и по всему миру. Тэ Сэ стал миллионером. Но что еще важнее, он стал символом нового Севера и своего поколения. Примерно тогда же Тэ Сэ выступил с лекцией в университете Пхеньяна, в которой он сформулировал собственную жизненную философию. Он верил в то, что наш мир может прийти к гармонии благодаря технологиям. Сеть взаимных связей, неизбежно возникающих вместе с технологическим прогрессом, станет залогом мира и порядка. Если человечеству удастся продолжить развитие технологий, то оно сможет построить утопию. Идеи Тэ Сэ получили известность как «Идеологии Райсонг» и оказали большое влияние на людей. Практически сразу несчетное количество технологических компаний возникло по берегам реки Райсонг, которые стали называть «Кремниевой рекой». К тому же страна обрела свою цель. Что-то, к чему стоило стремиться, что-то определенное. Это вылилось в небывалый экономический рост. И на его пике стоял АПЕКС. К 1985 году АПЕКС стал крупнейшей корпорацией мира, а их технологии использовались повсеместно от телевизоров до МКС. Джо Тэ Сэ стал кумиром в своей стране и знаковой фигурой мировой промышленности. Его идеи превратили Северную Корею в супердержаву, и в течение двух последующих десятилетий корпорация и страна продолжили развиваться рука об руку. Северная Корея Северная Корея В 2003 году Джо Тэ Сэ скончался от рака, болезни которой он скрывал от народа Кореи. В стране был объявлен национальный траур. АПЕКС стала самой могущественной корпорацией в мире. Ее влияние уже распространилось на частные дома, офисы и даже правительства. Для Северной Кореи это означало обретение колоссальной власти. Многие на Севере опасались, что со смертью Джо закончится симбиоз его корпорации и государства. Однако у Тэ Сэ был план. Его сын. Джон получил в наследство все. И компанию, и огромное личное состояние. Он с детства боготворил своего отца и восхищался его успехом. Увлеченный его идеями, он был буквально одержим своим американским происхождением. Несмотря на безуспешные поиски деда, которого он так никогда и не увидел, Джон Тэ Сэ остался с убеждением, что его жизнь и судьба неразрывно связаны с Америкой. Но что еще более важно, Джон унаследовал взгляды своего отца. Он тоже верил в то, что технологии превратят хаос в порядок. Впрочем, он воспринял эту идеологию намного более буквально, чем его отец. Джон считал, что это его долг — установить порядок. И что мира можно достичь только через контроль. А контроль — через технологии. В первые же месяцы его управления компанией АПЕКС было создано подразделение передового вооружения. Несмотря на то, что многие члены Совета директоров не были довольны таким поворотом и ушли в отставку, новое подразделение стало приносить большие доходы. В сфере военных разработок АПЕКС намного превзошел остальных. Правительство всего мира делали крупные заказы военной техники и программного обеспечения. Но Джон стремился к власти. Так что каждый новый продукт АПЕКС мог быть взят под управление извне. Смартфоны и дроны стали его глазами и ушами. Втайне от всех АПЕКС получил контроль над большим количеством военной техники по всему миру. Не стали исключением и США, которые вели безнадежную войну на Ближнем Востоке. После ядерного взрыва в Арь-Риаде США сделали крупный заказ военной техники АПЕКС. Вскоре экономика штатов стала разваливаться, а госдолг Северной Кореи взлетел до небес. Произошло то, на что рассчитывал ТЭСЭ. ТЭСЭ триумфально выиграл выборы и стал премьер-министром Северной Кореи. Беспрецедентная ситуация позволила ему остаться главой АПЕКС, и он эффективно совмещал управление страной и корпорацией. Вся страна стала его частной компанией, и первым делом он занялся взысканием долгов. Президент Орайли ушел со своего поста в результате растущего давления на страну на фоне всеувеличивающегося долга Северной Кореи. Премьер ТЭСЭ пытался достичь соглашения между странами, однако, как сообщалось, он одобрил решение Орайли. Годы экономического кризиса вынудили Орайли уйти в отставку. Непоследовательный, но упрямый Орайли ни за что бы не согласился на требования ТЭСЭ. Его преемник, генерал Кайл, оказался более изговорчив. ТЭСЭ убедил его, что единственным способом спасти Америку будет разрешить Северной Кореи начать гуманитарную операцию, призванную поддержать страну и позволить ей все-таки расплатиться по долгам. Но на самом деле за всем этим стоял тайный план Джона ТЭСЭ. Он считал, что Америке остро нужен порядок, а ее населению контроль. Он приказал дистанционно отключить всю систему обороны США. Когда военные части КНА высадились в аэропорту Сан-Франциско, их встречали с распростертыми объятиями и с отчаянной надеждой на помощь. Пришел час взглядом ТЭСЭ воплотиться в реальность. Наследие его отца было искажено и стало огромным экспериментом, тайной и личной целью которой изменило ход истории. Джон ТЭСЭ, АПЕКС и Северная Корея попробуют построить утопию из того, что осталось от Америки. Утопию, основанную на порядке и тотальном контроле. АПЕКС и Северная Корея